Для вуктыльских ребят открываются новые возможности для реализации способностей и раскрытия своих талантов. В рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования на базе Центра внешкольной работы и городской спортивной школы удалось создать дополнительные места для обучения 86 детей по различным направлениям. Этому способствовало обновление матбазы, средства на которые были получены в рамках участия в проекте. Какие теперь возможности открываются перед педагогами и учащимися, узнал Павел Королев. Каждый урок – как отдельный квест. Сегодня, например, ребятам нужно собрать гиробоя. Это такой робот-скутер, который балансирует на двух колесиках. Задача, конечно, непростая, ведь эти наборы поступили в Центр недавно. Но, несмотря на это, ребята с большой охотой осваивают более продвинутую технику. Первый год обучения с набором, базовым набором LEGO Education Ludo 2.0 был. Сейчас мы перешли уже на второй базовый набор – это MinStorm EV3. Дополнительно было закуплено оборудование, расширенный набор. И ребята пытаются уже собирать более новых, более современных роботов. Помимо программирования и робота, в учреждении стараются использовать и более примитивные тренажёры для мозга. Например, шахматы. Так, в рамках проекта удалось приобрести игровые наборы с досками, часы и многое другое. Теперь поучаствовать в таких вот баталиях могут не только малыши, но и взрослые. Обновки получил и класс начальной экологии. С помощью ноутбука и проектора теперь будет проще изучать окружающий мир. А микроскопы и химические реагенты позволят углубиться в исследовательскую работу. С приобретением вот этого нового оборудования можно заниматься уже исследовательской деятельностью. Чем мы занимаемся сейчас, так как дети уже познакомились с микроскопами, то мы сейчас уже сами будем изготавливать препараты, будем выращивать. А, кстати, к нам ещё чашки Петры поступили, с помощью которых мы будем сейчас выращивать плесень, грибы и так далее и тому подобное. То есть это тоже уже исследовательская работа. Не забыли и о физической подготовке. Так, с сентября в спортшколе начали осваивать эстетическую гимнастику. И без обновления спортивных снарядов, конечно же, не обошлось. Теперь юные грацы тоже могут приобщиться к одному из самых женственных видов спорта. Мы приобрели станки для эстетической гимнастики, зеркала. Они у нас не бьющиеся, специальные, которые мало травматичны для детей. Маты, мечи, малое оборудование, бревно. Потому что девочки осваивают общий курс с гимнастикой, плюс уже с уклоном в эстетическую. Для небольшого северного городка участие в таких проектах – большое подспорье. Ведь создание новых мест в системе доп. образования – это один из шагов к тому, чтобы увести детей с улиц. Это позволило привлечь в центр принципиально новых детей, которые не были вовлечены в дополнительное образование. Это то самое выпадающее среднее звено в нашем городе. То есть я считаю, что мы как бы ответили на ту образовательную потребность детей и родителей. Не отстаёт от технической стороны и образовательный процесс. Педагоги прошли курсы по повышению квалификации. Разработаны новые программы обучения. А это значит, что у ребят впереди ещё долгая дорога к новым знаниям. А в самом начале очень важно создавать условия, чтобы не отбить желание к этому путешествию. Павел Королёв, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Вуктыл.